Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». По вашим заявкам мы продолжаем данный плейлист и далее разбираем новую тему. Итак, как сказать «видео очень смешное». Если использовать слова дословно, получается «видео» будет, соответственно, «видео очень very смешное». Да, слова мы все знаем, но как из этого составить предложение и сказать «видео очень смешное»? Кто знает? Как ты скажешь «видео очень смешное»? Значит, смотрите, во-первых, здесь нужна связка. Мы говорили, помните, если глагол «нет», нужна связка. Смотрим на видео, значит, что означает, какое местомение. Если не дошевленное «это», значит «ид», поэтому «из». Это первая как бы ошибка. А вторая ошибка какая? Значит, запомните, если у нас с вами есть существительное, в единственном числе нужно поставить артикль. Но здесь есть еще одно очень важное новое правило. Специально в первом уровне мы с вами как раз, если вы посмотрите, особенно не пригружались артиклями, но артикли – это очень важно. Поэтому как раз цель этого уровня – довести как раз до автоматизма как раз артикли в том числе. Смотрите, если идет в начале слова, то нужно поставить артикль, существительный, нужно поставить артикль. Ставится артикль «the». «The» называется по-другому определенный артикль. По-другому «the» означает «этот». «The» – это сокращенно от «этот», «this», или же, соответственно, «тот», «that», или же «эти», «these», или же «те», «those». То есть «the» ставится и с единственным числом, и с множественным числом. В значении «этот», то есть когда мы говорим, смотрите, «видео» очень смешное, мы подразумеваем или «это видео», или «то видео». Поэтому ставится именно «the». Получается «the video is very funny». В принципе, можно и по-другому запомнить, что если у вас в начале есть существительное, задумайтесь об артикле. Именно «the», «the». Это очень важно. Многие здесь тоже ошибаются. «The video is very funny». До этого правила, которые мы разбирали, не все работают, но именно в начале, запомните, именно «the» обычно ставится. Именно значение «этот» или «то». «The video is very funny». Далее, например, ты хочешь сказать «урок очень полезный». Урок. То же самое, если просто сказать «lesson» – это грамматически неверно. Это грубейшая грамматическая ошибка. Так нельзя сказать «грамматически» – это неверно. Обязательно, если единственное число, нужно поставить артикль исчисляемое. Видите, здесь «урок» имеется в виду, опять же, конкретное, говорите, или «тот», или «этот», и ставится, соответственно, «the». Но опять же, вот другое правило, мне кажется, проще. Если у вас в начале, видите, есть существительное, думайте о том, чтобы поставить «the». «The lesson» – далее «очень полезный». Нужная связка, урок означает «it», поэтому «is very useful». «The lesson is very useful». Далее. «Курс» – очень эффективный. «Курс». Ведь опять же, просто «course» – так сказать нельзя, это ошибка. Это грубейшая ошибка. Почему? Исчисляемое. «Нет» и еще раз «нет». Именно «the». Начали ставиться «the». В таких конструкциях «the course» – очень эффективный. «Is very effective». Да, конечно, я понял ваш вопрос. Можно сказать «этот курс». Да, конечно, можно сказать «этот курс». «This course is very effective». Или, например, «тот курс». «Пожалуйста». «That course is very effective». Можно и так сказать. Но просто сокращенно это «the». Здесь мы не указываем «этот», «тот», «этот». Просто «курс». Если просто видите само слово, без указания «этот», «тот», «этот», «этот», «этот». Вот поэтому мы как раз и используем сокращенную форму «the». «The course is very effective». Далее. «День солнечный». «День». Также, видите, «the day» – солнечный. «The day» означает «it», поэтому «is» – солнечный, «sunny». «The day is sunny». «День дождливый». «День». «The day» – дождливый. «Is» – дождливый. «Rainy». «Rainy». Видите, «sun» – это солнце, «sunny» – солнечный. «Rain» – это дождь, «rainy» – дождливый. «The day is rainy». Давайте скажем во множественном числе. «Дни» – такие солнечные. «Дни» – такие солнечные. Видите, дословно «дни» – это «days». «Такие солнечные» – это «so sunny». Но что здесь не хватает? Смотрите. «Дни» – они, поэтому нужна связка «are». И опять же, вы говорите про какие-то конкретные дни. Не вообще какие угодно дни, в каком угодно году, а именно про конкретные. Имеется в виду или эти, these, или же those. А раз так, нужно поставить «the». Поэтому только так. Получается, «the days are so sunny». «The days are so sunny». То есть, «дни» – такие солнечные. Это очень важный момент. Видите, неважно единственное число или же множественное число. Думаю, вначале поставить «the». «The days are so sunny». Например, «дни» – такие дождливые. «Дни». «The days» – такие «are so» дождливые. «Rainny». «The days are so rainy». Уроки очень полезные. Уроки. Опять же, нужно поставить артикль. Потому что, да, здесь множественное число. Смотрите, уроки «lessons». Но у нас с вами стоит это в начале предложения. А правило какое? Что если в начале предложения, нужно задуматься об артикле «the». Точнее, «a», «t» или «te». Поэтому «the lessons». Только так. По-другому это будет грубейшая ошибка. «The lessons» – очень полезные. «Are» – то, что значит «они». «They» – «very useful». «The lessons are very useful». «Видео» – очень информативное. Так, «видео» в единственном числе «видео». «The video» – очень информативное. «Is very» – информативное. «Informative». «The video is very informative». Во множественном числе скажем «видео» – очень информативное. «Видео». Множенное число обычно добавляет «s». «The videos» означает «they», поэтому «are» – очень информативное. «Are very informative». «The videos are very informative». «Билет» – очень дорогой. «Билет». «The ticket» – очень дорогой. «Is very expensive». Видите, материал усложняется. Мы до этого с вами разбирали, как раз видите, что жена в форму «to be», какую выбирать. А здесь уже мы с вами и артикли уже начинаем разбирать более сложные. Это очень важный курс. Смотрите, обязательно шаг за шагом. Слушайте фонами, ничего не пропускайте. «The», «this», «that», «these», «those». «The video is very funny». «The lesson is very useful». «The course is very effective». «The day is sunny». «The day is rainy». «The days are so sunny». «The days are so rainy». «The lessons are very useful». «The video is very informative». «The videos are very informative». «The ticket is very expensive». «Билеты» – очень дешевые. «Билеты» – «the tickets» – очень дешевые. «Очень». «Very» – дешевые. «Cheap». «The tickets are very cheap». «Курс бесплатный». «Курс». «The course бесплатный is free». «The course is free». «Уроки бесплатные». «Обязательно, опять же, ставится артикль». «Уроки». «The lessons бесплатные are free». «Если, опять же, неважно, единственное число или множенное число, если у вас в начале идет, видите, существительное, то нужно поставить как раз артикль, задуматься об этом. Ведь в значении «этот», 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 «те». «The lessons are free». «Далее можно по-другому сказать». «Курс» – «совершенно бесплатный». «Курс». «The course» – «совершенно бесплатный». Во-первых, связка «is», а вот такая фраза «совершенно бесплатный» – это устойчивая фраза «absolutely free». «The course is absolutely free». Конечно, можно сказать «этот курс», например, «совершенно бесплатный», «этот курс». «This course» – «совершенно бесплатный», «is». «Absolutely» – «is absolutely free». Но если мы просто говорим без слова «этот», «тот», «курс», то именно «the», сокращенно «this». «Далее». «Это совершенно бесплатно». «Это». «Это бесплатно» будет «it's free», «а это совершенно бесплатно». «It's absolutely free». Видите, здесь уже не нужно никакое «the», здесь уже, видите, другая конструкция. Здесь, видите, нету в начале как раз подлежащего «it's absolutely free». «Далее». В обмноженном числе скажем «Уроки совершенно бесплатные». «Уроки» – «the lessons» – «совершенно бесплатные». «Are absolutely free». «The lessons are absolutely free». «Are absolutely free». «Далее». «Школа хорошая». «Опять же, то же самое «the». «Школа». «The school» – «хорошая» – «is good». «The school is good». «Отель» – «не такой плохой». «Отель». «The hotel» – «не», видите, означает «it», значит «isn't». «Такой плохой» – «so bad». «The hotel isn't so bad». «Вопрос» – «очень интересный». «Вопрос». «The question» – «очень интересный». «Is very interesting». «The question is very interesting». «Твой вопрос» – «очень интересный». «Твой вопрос». «Твой» – это «your». Если притяжательное местоимение есть, то артикль, конечно, уже не нужен. Поэтому «твой вопрос» будет «your question» – «очень интересный». «Is very interesting». «Your question is very interesting». Можно сказать по-другому, использовать более сложную конструкцию, то, что мы с вами разбирали. «Вопрос» – «довольно интересный». «Вопрос». «The question» – «довольно интересный». «Довольно». «The question is quite interesting». «The question is quite interesting». «The tickets are very cheap». «The course is free». «The lessons are free». «The course is absolutely free». «This course is absolutely free». « «The course is absolutely free». «It's absolutely free». «The lessons are absolutely free. «The school is good. The hotel isn't so bad». «The question is very interesting». «The question is very interesting». «Your question is very interesting». «The question is quite interesting». Далее скажем немножко по-другому. Вот как ты скажешь? Вопрос кажется довольно интересным. Вопрос. The question кажется... Видите, здесь есть обычный глагол «казаться», поэтому никакие же формы «to be» не нужны. Но важный момент. Смотрим, добавлять «s» или «нет». The question означает «is», значит, нужно добавить «s». «seems» довольно интересным. Quite interesting. The question seems quite interesting. Видите, сразу здесь несколько правил. Во-первых, правило «the» работает. Во-вторых, что «seems» – это очень важный момент. И выражение «quite interesting». Материал наслабляется. Мы говорили, что как раз шаг за шагом идем, и как раз используем элементы также из первого уровня тоже. Далее. Тест довольно сложный. Тест довольно сложный. Тест. The test довольно сложный. Во-первых, связка «из» и «довольно сложный». Все эти мы с вами фразы разбирали. Это rather difficult. The test is rather difficult. Скажем по-другому. Тест кажется довольно сложным. «Тест». Тест. Тест. Кажется… Видите, опять же, означает «it», поэтому «seems» довольно сложным. «Rather difficult». «The test seems rather difficult». «Экзамен довольно легкий». «Экзамен». «The exam довольно легкий». Видите, нужна связка «довольно легкий». «Довольно легкий». «Книга действительно скучная». «Книга». «The book действительно is really скучная». «Boring». «The book is really boring». «Мальчик там». «Мальчик». «The boy там». «Is there». «The boy is there». Теперь скажем по-другому. «Мальчик учится там». «Мальчик», «the boy», «учится». Ведь обычный глагол, значит, форма «to be» не нужна. «Учиться» — это «study». «А раз он», «he» значит «study's». Но мы говорили, что если, видите, перед «y» согласны, это меняется на «i». «Let's see es». «Получается studies». «The boy studies». «Там», «there». «The boy studies there». Ведь важный момент тоже, видите. «Study's». «The boy studies there». Далее. Более сложные вещи давайте. Попробуем перевести. «Мой уровень не такой высокий сейчас». «Но я работаю над этим». Итак, «мой уровень». «My level». Ведь здесь некий уже «d» не нужно. Придержательное местоимение. Поэтому «my level» не «isn't» такой высокий. «So high». «Сейчас», «now», «но я». «But I работаю». «Work над этим». «What работает над», это «work on». «I work on этим it». «My level isn't so high now, but I work on it». «Цена» очень высокая. «Цена». Опять же, «цена» вообще это «price». «Price». Но здесь обязательно нужно поставить артикль. Также ставим по аналогии. «Цена». «The price» очень высокая. «Цена» означает «it», поэтому «is very high». «The price is very high». Повторим. «The question seems quite interesting». «The test is rather difficult». «The test seems rather difficult». «The exam is quite easy». «The exam seems quite easy». «The book is really boring». «The boy is there». «The boy studies there». «My level isn't so high now, but I work on it». «The price is very high». «Цена» очень низкая. «Цена». «The price» очень низкая. «Очень» «is very» «низкая» «low». То есть еще раз. «Высокая цена» «high» «низкая» «low». «High» «low». «The price is very low». «Его уровень» «очень низкий». «Его уровень». «His level» «очень низкий». «Is very low». «His level is very low». «Ее уровень» «очень низкий». «Ее уровень». «Your level» «очень низкий». «Из very low». «Your level is very low». «Далее». «Мой уровень английского намного выше сейчас». «Действительно, как сказать?» «Мой» — это понятно. «Мой уровень английского». «Это выражение English level». «English level» — уровень английского. «Мой English level». «Намного выше». «Нужная связка». «Мой English level» означает «it». «Из». «Намного» — это «much». «Выше». «Высокий» — это «high». «И обычно такое правило, что если у нас с вами коротенькое прилагательное, один слог и два слога, когда обычно эти сравнительные степени образуются, когда мы с вами добавляем «er» — «higher». «Higher». «Ети er» — это у коротких прилагательных. «Ну, далее будем разбирать, вы не волнуйтесь, просто такое общее правило. Вот именно «higher». «My English level is much higher». «Higher» — это «высокий», «higher» — «выше». «И далее сейчас». «Сейчас» будет «now». «My English level is much higher now». «И более сложное предложение построим. «Я вижу, что мой уровень английского намного выше сейчас». «Я вижу, что...» «I see that...» «Именно that...» «И опять же, никакие запятые здесь не нужны». «I see that...» «Мой уровень английского...» «My English level...» «Намного выше сейчас». «Намного выше». «Is much higher now». «I see that...» «My English level is much higher now». «Ну, можно еще добавить, к примеру, вот такое есть выражение. «Это делает меня счастливым». «Смотрите, это делает меня...» «Вот запомните, что именно делать кого-то там счастливым» — это выражение именно «smake». «It makes me happy». «Это делает меня счастливым». «It makes me happy». «Запомнишь в этом контексте». «Делать счастливым» — то есть делать и прилагать именно «make». «It makes me happy». «Соответственно, я могу сказать, например, я действительно вижу, что мой уровень английского намного выше сейчас, и это делает меня счастливым». «Я действительно вижу». «I really see...» «Что...» «That...» «Мой уровень английского...» «My English level...» «Намного выше сейчас...» «Намного выше...» «Is much higher...» «Сейчас...» «Now...» «И это делает меня...» «И это...» «And it...» «Вы запомните...» «Makes me happy». «Та фраза...» «And it makes me happy». «Только так, друзья мои, только так». «I really see that my English level is much higher now, and it makes me happy». «Можно, опять же, здесь сказать, не просто «it makes me happy», а это делает меня таким счастливым». «It makes me so happy». «So happy». «Можно усилить, пожалуйста». «Итак, повторим». «High...» «Low...» «The price is very low...» «His level is very low...» «Your level is very low...» «My English level is much higher now...» «I see that my English level is much higher now...» «It makes me happy». «Можно также усилить и сказать не просто «it makes me happy», а это действительно делает меня счастливым». «Это действительно...» «Это будет тогда...» «Это действительно...» «It really makes me happy». 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 «I really see that my English level is much higher now...» «And it makes me so happy». «Друзья мои, отлично!» «Пишите, как у вас дела, как ваши успехи». «Я очень рад, что материал усложняется, напиши рекомендации, смотреть последнее, ничего не пропускать». «И даже в первом уровне, может, было бы просто для многих, но там было тоже много важных тонкостей». «И у нас с вами также акцент был на аудирование, мы быстро воспроизводили на слух, поэтому очень важно как раз слушать и фоном весь плейлист для закрепления». «My friends, we continue».